Понятие Божья воля как такового не существует в отдельности от вашей собственной Божественной воли. Если бы Бог хотел, чтобы жизнь была просто чем-то обыденным, то Он бы никогда не сотворил вас и не дал бы вам волю, чтобы вы смогли выразить свою целенаправленную неповторимость. То, что называется Божьей волей, было создано человеком, чтобы он мог править своими братьями и держать их под контролем. Но если вы все-таки верите в такое учение и считаете Божью волю чем-то отдельным от вашей, тогда вы всегда будете на поле брани между Его волей и своей, потому что вам захочется сделать что-то, и вы почувствуете, что должны это сделать. Однако Божья воля будет говорить, что вы не должны. Бог не отделен от вас. Вы и Он одно целое. Вы и Он одно и то же. Ваша воля – это Его воля. Все, что вы хотите сделать, есть то, что вы называете Божественным провидением, Божественной волей. Таким образом, вы никогда не вступаете в конфликт с судьбой, ибо судьба не есть нечто предопределенное, она определяется полностью вами. Все, что вы думаете, порождает моменты вашего будущего. Каждый момент вашего сейчас – это всего лишь продукт мыслей, какие вы имели несколько минут тому назад. Такова наука о Боге. Отец желает вам одного – чтобы вы испытали совокупность жизни, каковой Он является, согласно чувствам вашей души. Для чего? Чтобы вы пришли к пониманию радости и безусловной любви, которую питает Бог к вам и ко всей жизни? Если вы чувствуете, что вы не в ладах с Богом, то тогда стоит перестроить ваше понимание Бога, ибо говорю я вам, что Он не вселюбящий, если вы должны с Ним сражаться. В начале начал, когда Отец узрел свое прекрасное Я, расширившись, Он стал сиянием света. И с момента того расширения и того сияния, каждый из вас стал Богом в форме неповторимого и необыкновенного движения, дающего вам способность продолжить расширение мыслей в вечность. Для того, чтобы Бог посредством ваших созерцательных мыслей оставался всегда продолжающейся неповторимостью, было необходимо дать каждому из вас способность неповторимо творить из мысли, каковой является Он. И Он это сделал, наделив каждого из вас действием, называемым «свободная воля». Принцип воли был дан каждому из вас. Для того, чтобы вы были неповторимы и суверенны, для того, чтобы вы были творцами своей собственной правды, суверенными в своем собственном понимании. Что дает вам вашу божественную сущность? То, что вы имеете свободу прочувствовать и познать на опыте любые мысли, какие только пожелаете. И той божественной сущностью, называемой «свободная воля», является любовь. Это и есть любовный подарок Бога каждому из вас. Каждый из вас обладает божественной сущностью воли, для того, чтобы вы имели свободу сотворить неповторимым образом любой идеал, какой вы создаете мыслью. Любовь в своей наивысшей форме есть желание Отца через каждого из вас позволить жизни, каковой он является, быть нескончаемой. Самая чистая форма любви – это свобода воли, которую Отец дал каждому из вас, для того, чтобы, применяя эту волю, вы исследовали измерение мысли и продолжали себя, пополняя тем божественный разум. Свободная воля дает вам неповторимость и в то же время единство с Отцом, что позволяет вашему мышлению иметь свой собственный творческий канал. И в каждое мгновение, рожденное созерцанием и расширением своих собственных мыслей, вы с точностью воссоздаете ту самую любовь, какую Отец испытал к самому себе, когда Он вас создал. Ибо сотворение есть акт воплощения любви, живущей в вашей глубине, в неповторимую, свободно движущуюся творческую форму, которая будет жить в вечности. С того выдающегося момента вашего рождения Отец своей чистой и безусловной любовью заключил с каждым из вас такой договор. Все, что вы мыслите, все, что вы желаете, достанет им Отец. Все еще в силе и всегда будет таким. Каждый из вас стал наследником совокупности того, что есть Отец. Таким образом, Отец всегда дает вам все, чем Он стал, чтобы вы испытали и поняли совокупность жизни, каковой Он является. Он – основа исполнения вашей мечты. А кто создает мечту? Вы. А из чего сделаны ваши мечты? Из мысли, из Бога. Из жизни. Вы можете почерпнуть из совокупности мыслей, каковой является Бог, и сотворить любую правду, любой настрой и все, что пожелаете. Отец – жизнь с готовностью становится любой правдой, любым настроем, какой вы создаете своим мышлением. В материи, каковой он является, Отец свободно воплощает любой мысленный идеал, желаемый вами, чтобы вы смогли познать его на собственном опыте. Как пример любви Бога к вам, давайте рассмотрим существо по имени змея, идеал, созданный одним из богов с целью продолжения цепочки жизни. Это существо имеет длинное стройное тело, наделенное множеством мускулов и костей. Оно двигается очень проворно и имеет большую голову с зубами, которыми оно может укусить вас. Это его единственная самозащита. И хотя укус змеи способен повалить массивного человека в доли секунды, любой человек мог бы разрубить змею на куски или легко раздавить ее. Теперь давайте возьмем двух богов. Первый, наделенный научным умом, видит в змее прекрасное создание, потому что даже не имея ног, она может очень быстро передвигаться. Шкура ее имеет замысловатый узор и красивый цвет, а ее удивительная конституция создает впечатление нескончаемости. А второй бог приходит и говорит, что змея отвратительна и гадка, что она ужасное существо, потому что ее укус опасен и может убить человека. Для отца, всесущности всей жизни, все является чистым в своем состоянии бытия. Все невинно в своем выражении жизни, каковой является он. Только настрой каждого создания делает все либо красивым, либо уродливым. Только мы, боги, имеем творческую способность почерпнуть мысль, каковой является отец, узреть ее и исказить. Только мы видим в чистом и невинном нечто иное, чем просто существующее. Настолько велика любовь Бога, который является жизненной субстанцией змеи, что он дает вам, своему величайшему творению, право сформировать свой настрой и выразить свою волю по отношению к змее. Любовь, которую питает к вам жизненный источник, настолько велика, что он станет всем, чего бы вы ни пожелали в своих мыслях. Отец будет тем, чем вы хотите, чтобы он был. Он позволит вам исказить его любым образом, каким только пожелаете. Жизнь, каковой является он, станет либо мерзкой, гнусной и вульгарной, либо вершиной красоты. Она станет такой, какой вы захотите ее видеть. Теперь, а не прекрасно ли то, что Отец, потакая любому капризу вашего мышления, становится таким, каким вы его ощущаете и тем, чем вы хотите, чтобы он был? Конечно, это прекрасно. Это и есть любовь. Вы можете делать своими мыслями все, что хотите, ибо отцовская любовь к вам неизменна. Неважно, какой мерзкой и отвратительной вы считаете жизнь, какова является Бог, для Него она является им самим. Она все равно является Богом. Она все равно чиста, и она все равно любима. Это обещание нерушимо, ибо Отец по своей сути не имеет эмоционального настроя. Он просто есть. Для любви между вами и Богом не существует условий. Если бы Отец каким-либо образом наложил цензуру на ваши мысли, или ограничил бы ваши возможности испытать совокупность жизни, каковой он является, тогда у вас не было бы свободы продолжать его расширение в вечность, и вы бы не смогли обрести мудрость от своих мысленных приключений, чтобы понять любовь и радость, чем поистине является Отец в своем наивысшем состоянии бытия. Бог любит вас в полной свободе. Вы можете делать все согласно своей воле, ибо ваша воля – это его воля. Таков договор между Богом и его сыновьями, Богом и им самим. Что бы вы ни делали, в какие бы приключения вы его не вовлекали, вы всегда любимы. Он позволяет вам делать все, что пожелаете, потому что он знает, что вы нескончаемы, и ничто не может лишить его вас. Отец. Отец не сотворил ничего, что превосходило бы его самого и могло бы лишить вас жизненной силы, потому что вы всегда будете. И когда жизнь здесь уже будет прожита, придет другая, и со свободой творите ее согласно вашему желанию. Вы проживете эту жизнь, и все, что придет в ней, согласно вашей воле. А что дает вам свободу делать это? Это то, что вас любит, то, что зовется вашим отцом, всемогущий Бог, любящий все. Вы свободные создания. Благодаря чему? Благодаря силе, называемой воле, и способности, называемой любовь. Субтитры создавал DimaTorzok